Слава Богу, братья Господа, Господи, хороший псалом, Бог нас от гибели спас, Бог нас навеки простил во Христе. Очень важные такие слова. Навеки, навеки это значит навсегда. Навсегда Он нас просил, и мы не должны сегодня сомневаться и обращать на какие-то другие учения, понимание, что вот надо еще что-то нам сделать для того, чтобы спастись. Уже есть одно спасение, и другого нет. Одно спасение во Христе и Иисусе. И мы сегодня находимся на богослужении, где мы будем радоваться и свидетельствовать, потому что мы живые свидетели тому, что Господь, Он живет в твоем и моем сердце. И если бы Господь не жил в моем сердце, мы бы сегодня не находились и не приходили, не славили, потому что для мира этого, да, этих людей, которые еще не нашли Христа, они еще на пути, для них духовные собрания непонятны. И нам когда-то, знаете, было непонятно, мы ходили как овцы, блуждающие, да, не знали пастыря. Но ныне Господь пришел в нашу жизнь, потому что Он есть пастырь добрый, Он, знаете, своих овец нашел, избрал и предызбрал. И такое местописание, которое записано, я хотел бы от него оттолкнуться, и мы будем дальше размышлять, рассуждать, знаете, не о каких-то информации, о какой-то философии, но будем рассуждать и размышлять о Слове Божьем, о том, что нам сам Господь Бог дал откровение. И в Библии написано первое послание с первой главы, пятый стих, вот благовестие, которое мы слышали от Него. От кого? От Иисуса Христа. Мы слышали благую весть. И сегодня, брат и сестра, ты должен настроиться, и твое сердце настроено, знаете на что? На хорошую весть. Потому что мы есть христиане хороших вестей. Я понимаю в этом мире много-много разного негатива, но Бог, Он нас на то и поставил, чтобы мы имели свет. Потому что ты, я, есть Божий свет. И здесь об этом написано. Восвещаем вам о чем? Здесь, смотрите, в этом стихе. Бог есть свет, и не в нем никакой тьмы. Слава Богу. И если Бог есть свет, значит свет Он просвещает, Он рассеивает всякую тьму, и эта тьма уходит. И я хотел пример вспомнить. Я проповедовал на той неделе о Моисея, о его призвании. Также хотел напомнить другую историю, когда уже Моисей, он был в своем призвании, и он был где? На горе Господней. Да, Бог его поднял. И Бог дал ему слово. И когда он пришел к народу Божьему, что он принес народу Божьему? Бизнес. Или он принес, знаете, какие-то кучи денег. Или он принес, я вам хочу сказать, он все принес. Знаете, в чем это выражалось? Он принес две скрыжа Лизавета. Он принес закон Божий о том, что Бог обращается к тебе и ко мне. И каждому человеку он принес этот новый и ветки завет. Ну, я так образно провожу параллель. Также это символизирует, как и слово Божье и молитва, поклоняющиеся ему, поклоняющиеся в духе истине. Но что самое главное, знаете, что он не обращал даже внимания на себя в этот момент, потому что он принес плод от Господа. А знаете, как он принес плод от Господа? Он принес свет Божий. Потому что, когда люди смотрели, они еще, знаете, были в рабском менталитете, не знали, что им делать и куда им вообще жить. Но он принес вот закон. Они смотрят на Моисея, а у него лицо светится. Брат и сестра, если ты с Богом, и на Божьей горе твое лицо, оно обязательно будет светиться. Это тест нашего христианства. И не надо, знаете, кому-то объяснять, или вот кто-то будет доказывать, я верующий, я такой-такой хороший. Не надо, будет видно. Потому что мы письмо, все мечтаемое, на наших сердцах написаны эти скрижали Божьи. И слава Господу, потому что Бог сегодня через Иисуса Христа дает нам откровение, дает нам глаголы вечной жизни, что сегодня заплачена цена. И сегодня эти скрижали, которые были на камне, они сегодня написаны на твоем сердце, благодаря крови и жертве Иисуса Христа. И вот это есть благовестовая мания, что Бог через Иисуса принес, знаете, какое слово Божие? Слово примирения. Что сам Бог, Он примиряется с тобою, со мною. Что сам Бог заинтересован тебя благословить. Что сам Бог заинтересован тебя поднять. Что сам Бог заинтересован простить все твои грехи. И когда Он прощает все твои грехи, Он дает тебе исцеление твоей души. Потому что грех убирает, грех это болезнь, которая приносит нам внутреннюю боль. И когда приходит Его прощение, благодать, приходит исцеление. Слава Господу! Это очень важно. Это, знаете, жизнь христианина, быть здоровым и исцеленным. Да, может быть, за эти обстоятельства, не все так гладко в этом мире, потому что мы еще на процессе нашего физического искупления настанет тот момент, когда ты и я, и мы сегодня свидетельствуем, когда мы будем кровь принимать и клево преломать, что мы еще наступим, когда мы в день воскресения, наши тела будут воскрешены. Наши тела будут изменены. Но мы еще сегодня свидетельствуем, что мы искуплены, и что и Дух Божий живет в твоем сердце. Царство Божье! Да, мы ходим по этой грешной земле, хотя эта земля тоже сотворена Богом, и у него все под его контролем. И мы не должны сегодня бояться, знаете, врага, дьявола, душа человека. Мы, знаете, кого должны бояться? Господа. И его почитать, и ему поклоняться, потому что он забрал все ключи ада и смерти через свою кровь. И мы знаем пророчество, которое записано в Исаии, это пророчество исполнилось сегодня, и мы также свидетели этому. Это записано в Исаии 53 глава. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И мы думали, что он был поражаем, наказуем, унижен Богом. Но он изъязвлен был за греки наши и мучил за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как опцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. И смотрите, да, как бы такое показывает, что произошло, что Бог взял все проблемы твои и мои. Но другая часть, и Христос, он понимал, на что он еще узнал, что да, ему придется страдать боль, но он видел, знаете куда? Верою. И сегодня эту веру он вселяет в твое сердце, чтобы ты видел не сейчас, а на воздоятие, что будет в конце, что будет в конечном итоге, потому что конечный итог, знаете какой? Что Бог теперь с тобой и со мной. Уже нету этого разделения, уже нету, знаете, препятствий приходить в Божье присутствие. Не надо Господа искать где-то. Как Самарянки, Самарянки говорил, наши поклоняются там, там, Бог там. Сегодня Бог здесь, Духом Святым. На этом месте, об этом говорит Его Слово. Но Господь, 10 стих, я прочитаю следующее в этой главе, угодно было поразить Его и предал Его мучению, когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. Слава Богу! Какое потомство долговечное? Ты и я есть наследие Божье. Ты и я есть храм Духа Святого. И Дух Святой живет в твоем сердце. И это очень благословенно понимать и верить в это. Потому что мы это переживаем, и мы это свидетели тому, потому что Дух Святой, Он развился в твоем сердце, и Он свидетельствует, и Он открывает, что нету другого Господа и спасения, кроме Иисуса Христа. И я читаю, и воля Господня, благоуспешно, будет исполняться рукою Его. Воля Божья сегодня будет исполняться, когда ты будешь призывать дальше, не только на первой молитве, но на второй, на третьей, ты будешь призывать. Воля Божья, она хочет исполняться. В этом есть и откровение, когда Моисей пришел, Он дал этот свет. Он говорит, я с Богом света общался. И видели люди этот свет. И Он дал это откровение, что Господь хочет приближаться и благословлять каждого человека. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Знаете, иногда может такое казаться, Христос страдает, мучится, но Он видел, Ему было, знаете, как бы и тяжело, одновременно и легче, потому что Он смотрел туда вперед. Иногда наши какие-то немощи временные, братья и сестры, я хочу временные, они не должны нас угнетать, потому что, когда мы будем смотреть за ними, не вот туда, а за ними смотреть, что сегодня пройдет, а завтра Бог даст этот свет, завтра придет победа, и не только завтра, но победа сегодня. Потому что здесь написано, что Он победил. Он победил смерть, Он победил грех, и Он плотью своей вознес, знаете, жертва Его стала совершенная. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. А знаете, в грехе есть все-все проблемы, все-все наши проблемы, братья и сестры, все они во грехе. Но когда Бог снимает и говорит, блажен народ, которому прощены грехи, блажен тот человек, которого Бог не уменяет беззакония, тогда и поток благословений и исцелений течет на нас сегодня. Слава Господу! Самое главное, чтобы мы верили, потому что Иисус, Он говорит, воля Божья моя, знаете, что в чем? Простая, чтобы вы верили в Меня, Сына Божьего, потому что Я, и Тот, Который во мне, Отец послал Меня, и Я свидетельствую пославший, и мы сегодня те же свидетели, которые от имени Христова, мы несем эту благую весть, мы несем этот свет, и мы должны сегодня быть настоящими и натуральными, братья и сестры. Не знаете, замаскированные, поэтому мы сегодня свидетельствуем и будем, как говорите, во-первых, Богу, Бог, я благодарю Тебя, что Ты меня спас. Будем говорить Дьяволу, духовный мир, что я теперь не принадлежу Тебе, и будем говорить себе, что мы теперь народ особенный, призванный к добрым делам. Слава Господу. Но знаете, иногда в нашей жизни бывают разные моменты, мы можем где-то ошибаться, оступаться, поэтому сегодня мы должны еще более укрепляться, еще более, знаете, иметь благословение. И Слово Божие также нам говорит такие слова, для нашего народа, что нам практически делать. И вот Иисус Христос показывает и говорит. И 6 глава Евангелия Теанна 24 стиха. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ученики Его, то вошли в лодки и приплыли в Каперну, ища Иисуса. Что нам нужно делать? Искать Иисуса. Когда искать Иисуса? Всегда искать Иисуса. Каждый день искать Иисуса. Я думаю, что каждый знает, каждый научит Богом, как искать. Но здесь смотрите, что Иисус предупреждает и напоминает нам заранее. Иисус сказал, вот здесь, истинно, истинно говорю, вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленой, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Него положил печать свою Отец Бог. Вот, Бог всегда нам показывает, что мы должны искать. Мы должны искать самого Бога и Иисуса Христа, а не что-то, как бы, прилагающееся. Я когда говорил и проповедую Слово Божие, там, Иисус говорит, ищите, приедет Царство Божие, и потом все приложится. А мы ищем Царство, знаете, чтобы потом приложилось, но надо сначала Царство. А то, что приложит Бог, братья и соты, Бог знает, что приложит. Бог не будет прикладывать тебе миллион долларов, чтобы это тебя снесло и унесло туда в обольщение. Бог даст ровно столько, в чем ты нуждайся. Поэтому просто в Боге отдыхай. Имей в Боге этот мир, имей в Боге это наслаждение, и, знаете, и возлагай на Бога все надежды Своей. И что я хотел еще какую интересную мысль сказать, завершая это слово, которое Господь положил в мое сердце, что когда Иисус ходил по земле, Он исцелял, Он освобождал. И даже в Евангелии оно написано, что книг даже не вместить написано. Но когда мы читаем Исайя, и когда мы читаем место Писания Петра, я еще хотел бы продублировать это Слово Божие. Первое послание Петра, вторая глава, с 22 стиха, даже я прочитаю с 21 стиха, ибо мы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было листьев устать его. Будучи злослоем, Он не засовел взаимно, страдая, не угрожал, но предал то суде и праведу. Он грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы избавившись от греха, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды, ранами Его, вы исцелились. Я что-то не то прочитал? Или я все то прочитал? В каком это времени? Это в настоящем. Я сейчас об этом вам объясню, что поможет мне Господь. Ибо вы были как овцы и блуждающие, не имея пастыря, но возвратились на них пастырю и блюстителю души вашей. Иисус Христос ученикам одну такую вещь сказал, им было хорошо, они хотели, я думаю, что если бы Иисус был физически здесь стоял бы, нам тоже было хорошо, аминь. Мы бы, наша вера бы поднялась, но Он сказал одни вещи, блаженны не видящие, но верующие. Мы более блаженнее, и мы должны в это уповать. Это означает, что Бог, если даже Его мы не видим, физически, но с Духом Святым Он здесь. И мы и свидетели, что прикасаясь к Его, к крови, к телу, мы соединяемся, Бог, Он на этом месте. Но какую основную мысль хочу вам подчеркнуть и сказать, когда Иисус исцелял, освобождал, Он говорил ученикам, лучше, чтобы я, когда я пойду. Что означает? Дела, которые я творю, брат из края, будешь ты творить. Аминь. И больше всех, кстати, потому что я к Отцу иду, я вам приготовил, я вам сделал жертву, я вам открыл путь новый, Богу, чтобы ты точно так же, как я имею общение с Отцом, ты имел общение с Божьим Отцом, и со мною, и с Духом Святым. И это говорит о том, что когда уже Иисус Христос, 2000 лет назад находится у престола Божьего, сидит Адисуя Отца, то раны они исцеляют точно так же, как и тогда. Посмотрите, сколько за эти 2000 лет было людей, миллионы, миллиарды людей. Это означает, что его раны исцелили еще больше. После этого, когда он, когда он сказал, свершилось, он сказал, теперь ей было определенное исцеление, да, а теперь массовое исцеление, теперь массовое прощение, теперь массовое благословение, это работает, потому что в этом есть моя воля и воля Отца Небесного, и это благовестие, что Бог есть, и нет в нем никакой тьмы. Он открывает этот свет, а свет это его слово, которое мы должны сегодня поверить, поэтому брат и сестра, прослав Господа. Знаете за что? Что ты принадлежишь для Бога, ты не принадлежишь ни для греха, ни для проклятия, уже нету никакого проклятия, не навязывайте, не слушайте никакого лжеучения, что мы еще освобождать должны, мы освобождаемся, познавая истину, истину этого слова Божьего, что Бог, Он есть свет, Он нам принес эти скрыжали, которые написаны сегодня в наших сердцах. Единственное, что мы должны делать, это верить, идти вперед, искать своего, искать Божьего, и мы будем прославлять и свидетельствовать, что кровь Иисуса Христа она освободила и очистила меня от всякого греха. И даже если я согрешаю, ну самое главное, неосознанно надо согрешать, не грешить надо, да? но мы как люди, мы понимаем, что Господь, говорит, кто без греха? Поэтому сегодня мы должны умоляться, мы должны смиряться и сказать, что не по нашим делам, Бог, мы сегодня имеем спасение, но по Твоей милости. Если ты сегодня где-то еще что-то не дотягиваем, мы, Господь уже дотянул, все сделал, главное в это поверьте, отдать Ему и возложить все на Голгофский крест. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Да поможет нам Бог, и мы будем молиться.